с мясом давайте начнем с чего все начинается мы с вами сейчас приготовим фарш я вам дам рекомендацию если вы хотите приготовить вкусный фарш например для пельменей для хинкали для пирожков вот как сегодня мы с вами будем готовить длины используйте два три вида мяса например мы очень любим сочетание свинина говядина утка вы можете конечно же делать как угодно вы можете сделать например курица баранина и говядина если вы не кушаете свинину в любом случае когда вы сделаете микс из нескольких сортов мяса вкус конечно же усилится у меня здесь пол килограмма мяса из него мы будем с вами делать начинку здесь у меня три сорта говядина свинина утка один к одному сейчас вы посмотрите каким образом я буду готовить фарш возможно он вам понравится одна большая луковица чеснок достаточно много 4 5 зубцов оливковое масло соль черный перчик семьянчик прикрыли крышечкой пусть потомится так ребятки видите и у меня сковородка белая я намеренно использую для того чтобы вам показать вот 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 такой вот как бы благородный нагарчик у нас с вами получается это хорошо этот нагарчик нам и даст хороший правильный вкус добавим немножечко сухого вина много не надо буквально грамм 50 он даст нам кислинку тот самый вкус умами в общем то этого достаточно теперь этот лучок перекладываем другую миску сковородку назад немножко оливковое масло греем пошел фарш соль немножко черного перца не горячее с черным перцем абсолютно верно особенно если он свежемолотый закрываем нашей крышечкой пусть тушится до готовности мы будем с вами поджаривать фарш буквально до такого приятного коричневого цвета лук я сюда не добавляю когда вы делаете начинку в мясную для блинов особенно ни в коем случае не используйте сильно жирное мясо не добавляйте во время жарки подготовки фарша много масла растительного или какого-либо еще если мы с вами готовим блины это как правило потом в окончательном варианте будет много сливочного масла поэтому нужно соблюдать баланс чтобы блюдо не было жирным мы с вами добиваться будем вкуса не жиром а вот правильным приготовлением сейчас я поджарю фарш до приятно золотистого цвета затем я добавлю туда бульон или же просто воды и когда фарш уже будет готов он получится достаточно у нас такой сочненький мы добавим туда лук лук я не буду уваривать до того чтобы он полностью разошелся я хочу оставить структуру и вкус когда вы будете кушать такой блинчик ребята поверьте мне вы получите совершенно другое впечатление так вот смотрите о чем я говорю свете мяско начала подрумяниваться когда у нас с вами такой цвет это говорит о том что мясо у нас с вами будет очень вкусная добавляем водичку или же бульон на ваше усмотрение так почистили то есть мы с вами избегаем добавления всяких бульонных кубиков и тому подобное вы видите да то есть я все время его подзарумяниваю подрумяниваю так но наш фаршик готов ребята больше его поджаривать не обязательно теперь возвращаем ему былую сочность добавляем наш лучок молотый кориандр совсем немножко так чтобы дать ему такой приятный аромат вкус ну что скажешь анютка да то есть вот вещь что я добивался жареный фарш и лук жареный да да совершенно верно сейчас я попробую что у нас там такое прекрасно чуть-чуть еще водички и немножко еще вина добавлю то что я добавляю вино вас это не должно пугать вино полностью испаряется остается только кисловатый вкус поэтому в принципе вот эта еда она подходит для детей вот он вот-вот-вот-вот достаточно влажный он не будет вытекать у нас из блинчика но при этом не будет сухой все выключаем ну сейчас я тебе дам попробовать оценишь давайте делать блины с мясом хорошо пожаренную сторону вовнутрь столовая ложка фарша вот такие вот симпатичные небольшие блинчики с мясом блины я буду жарить на топленом масле ну конечно как вам нравится прекрасно закрывая крышечкой пусть они прогреваются минимум огонь другие блины у нас уже стоят в духовке подогреваются ну все сейчас все будет готово начнем сервировать с мясом да то что доктор прописал сметанка аджичка если вы приготовите такие блины такую начинку такую красную круг конечно ваши близкие ваши друзья будут просто полном восторге